ДВХАП.РУ 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 Леонид горел серёный свет. Таксист ехал с правой стороны. Белая машина, не знаю, как там марка какая, Нисан. Она ехала, получается, с левой стороны. Я, подвидать, думала, что проскочил просто-напросто. Ну, думала, может, опаздывал на заказ на какую-нибудь. Потому что без тормозов был неимоверный. И вот стало крутить, и я просто сижу вот в замедленной съёмке, и я просто смотрю, машина вот так уходит, и у него, конечно, он какое-то время лежал без движения, с открытыми глазами. Я думала, что там вообще трудно. Его, ну, он ещё ходил. Он мне ходил за мной и спрашивал, как это произошло, как это и произошло. Я говорю, слушай, я на мастер-классе не говорю, ты сядь или ляжь вообще. То есть ещё полицейская машина здесь, видимо, ехала просто. Они остановились и говорят, ты сядь, приходи. Ну, естественно, с виновником, то есть мы уже посмотрели, и приезжала девушка. Они, по-моему, вот, оператор снимают. Вот это. Посмотрели это, она говорила, всё, нарушителем будет таксист. Думаешь, да с кем угодно произойти, но только не с тобой. Машина, бампер пострадал, всё целое. Ну, приятного мало, конечно, да. Отпуск вроде как продолжается, ну... Напугались? Ну, шок первое, конечно. Ну, я сразу сообразила аварийку, включила, знак попросила, чтобы выстарели. Ну, этого увезли. Скоро я приехала. Ну, скоро. Потому что, ну, удержался за пол, то есть у него состояние такое, когда я попал. Ну, человек, конечно... Откуда я ехал? Ну, страшно. То есть явные признаки, что у человека запрессия не ехал. ДВХАП.РУ